Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Поговорите с каждым, они ждут. Подождут, они же не на работе, стоят там, отдыхают. У нас народ попроще, да, и едят макароны по-флотски. Вся дивизия в монастыре хлещет спиртное, а я один, позабыт, позаброшен. И ты будешь про себя рассказывать, и командир у тебя не тот. Командир, согласно уставу, должен быть готов в любой обстановке выполнить боевую задачу. А я зашел. И тебя не так подготовили. Так, значит, того, не того. А ты сам как готовился? Все побежали, и я побежал. А что ты сделал на полигоне? Такие вопросы задаются, что неудобно отвечать. Что быть готовым к бою? Что тут пить? Всю водку выпить невозможно, но стремиться к этому надо. Каждый за себя, и гиппопотамы будут сытые. Или ты считаешь, что тебе все должны? Месье, я не могу не сих пор. А что ты должен государству? Да, помнить должен. Но я не помню. Что ты должен Родине? Но мы же эти вопросы никогда не задавали. Такие вопросы, дорогой посол, с командочками решаются. Что надо посоветоваться с товарищами? Ну, скажем так, 30 лет современной России. На Руси, слава богу, дураков лет на сто припасено. Эти же вопросы нельзя было задавать. Много бы я дал, чтобы понять, что у нас здесь происходит. Борьба с допингом, если с допингом и злом, должна быть бескомпромиссной. Он нашел, и я нашла. Борьба за качество пошла. И убежден. Выпью водки, разойдусь. Знаете, я много людей знаю. И в Петербурге, и в Москве. Народ там с душком очков не носит. Дайте мне сказать, в конце концов. А в попугаях-то я гораздо длиннее. А как бы вам хотелось? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Я уже сказал. Ну, нечего ли мне случить хоть немного наличными? Вы мне даете фразу закончить, поэтому ведете себя так нетерпеливо. Ты, может, сказать, чего хочешь? Или попросить об чем? Значит, если вы наберете терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Борьба с дьяволом – моя святая обязанность. Мы не хотим, чтобы нам подсунули... Слушайте, заткнитесь, пожалуйста. Строили тут ромашку. А если я отдыхаю, то я не считаю, необходимо прятаться за кустами. Хе-хе. Не понял, Ломенко? Минуточку. Зачем счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Давайте не будем забегать вперед. Каждый порядочный человек должен испытывать чувство вины, когда преступникам удается совершить очередное черное дело. Каждый порядочный человек должен испытывать чувство вины,